В микроюне Асар проживает более тысячи семей. Много лет горожане вынуждены добираться до центра города на такси или перекладных. Такая поездка влетает местным жителям в копеечку, да и по времени занимает больше часа. Автобусы, по идее, должны ездить, но их никогда не бывает или ездят крайне редко. Если есть автобус, то людей в нем битком. Вот и приходится ловить попутку, платить по 100 тенге с человека и добираться до центра города. А потом мы пересаживаемся на общественный транспорт. Маршрут 9А ездит, но крайне редко. А вот восьмого автобуса я давно уже не видел. Нам приходится добираться на попутках. На такси поездка получается слишком накладной. Тяжело приходится и пациентам в местной поликлинике. Нам пришлось на такси ехать. А сколько ты на такси заплатил? Ну, как, мы за дорогу заплатили сейчас тысячу, потом назад еще тысячу, две тысячи. Вот больного я привезла со школы, нам приходится на такси ездить. По словам специалистов транспортного отдела в микрорайоне АСАР, транспортные услуги должны предоставлять два маршрута – 8 и 9А. Еще до нового года представители транспортной компании, обслуживающие 8 маршрут, вышли к руководству отдела с просьбой приостановить его. Слишком мало пассажиров – невыгодно, жалуются водители. По словам представителей компании, отказ от предоставления услуг они мотивируют тем, что им мешают частные извозчики. Таксисты отбивают клиентов у водителей общественного транспорта. Что касается маршрута номер 9А, то он курсирует, правда, с большим интервалом. Решить наболевший вопрос поможет запуск социальных маршрутов. Как уверяют транспортники, они намерены открыть 10 дополнительных спецмаршрутов. Они будут работать в 40 присоединенных к городу районах. АСАР – в этом числе.